Привет! Продолжаем читать The Fault in Our Stars, Chapter 1. Мы на 27-м параграфе. Сейчас я поделюсь экраном, вам будет все видно. Окей, поехали. We're here for you, Isaac, Patrick said. Let Isaac hear it, guys. And then we all, in a monotone, said we're here for you, Isaac. We're here for you. Ну, мы тебя поддерживаем. Мы тут, мы с тобой, Isaac. We're here for Isaac. Patrick сказал. Let Isaac hear it, guys. Давайте, чтобы Isaac это слышал, ребята. And then we all, in a monotone, in a monotone, это мы все монотонно. Ну, то есть не поднимается, не меняется никак интонация, но где-то как роботы такие. Like robots, we're here for you, Isaac. Michael was next. He was 12. He had leukemia. He had always had leukemia. He was okay. Or so he said. He'd taken the elevator. Следующим был Michael. Michael было 12. У него была leukemia. It's blood cancer. It's blood cancer. Рак крови. He had always had leukemia. У него всегда была leukemia. Так как все в прошедшем. Если было в настоящем, мы бы сказали he has always had leukemia. Так как все в прошедшем, все смещаем. Present perfect, past perfect. He had always had leukemia. He was okay. Он был в порядке. Or so he said. Или так он говорил, всего лишь говорил. He had taken the elevator. Он воспользовался лифтом. Да, это ссылка к тому, что лифтом пользуются ребята, которые там, скажем, уже на… Затем плохо, которым, да? Так, проживающие последние дни. Окей. Лайда was 16. And pretty enough to be the object of the hot boy's eye. Лидия была 16. And pretty enough. Pretty enough. Ну вот, скорее, вот она. А, нет. Pretty enough. Достаточно симпатичная, чтобы быть объектом. Получается, глаза вот этого красавчика. Ну, вообще, можно сказать и eyes. Ничего страшного. Можно сказать eye. Более понятно, скажем. Ну, не знаю, для русскоговорящих. He was a regular. Она была, да, таки, старожилом, постоянно приходила. In a long remission from appendiceal cancer. Она была в длительной ремиссии от, как это правильно, аппендикулярного рака, appendiceal cancer, which I hadn't previously known existed, который я, в общем, до этого и не знала, что существовал. She said, as she had every other time I'd attended support group, that she felt strong, which felt like dragging to me, as the oxygen-drizzling nubs tickled my nostrils. She said, и дальше такое пояснение, as she had every other time. Она сказала, как она говорила каждый раз, когда я посещала группу, I had attended support group, that she felt strong, что она чувствовала себя сильной, which felt like bragging to me. Bragging – это хвостовство. Somebody brags. Это ощущалось, я чувствовала это как хвостовство, в то время как вот эти oxygen-drizzling nubs. Drizzle – это вот так вот распылять. Drizzling nubs. Nubs – это вот эти краешки, самые ее трубочек, которые ей поставляли кислород. Oxygen – да, кислород. Oxygen-drizzling nubs – tickled. Они как бы так щекотали или раздражали мои ноздри. Вот я тут думаю, как бы ее это подобным образом раздражало, как бы что-то чувствовалось фальшивое вот в этом. Вот я не знаю, сравнивают. Похоже, это как вот это щекотание в ноздрях. Вот так же ощущалось вот эта фальшивость по поводу «Я чувствую себя сильной» и все такое, все круто. Вот что-то такое. There were five others before they got to him. Было еще пять других до того, как they got, они дошли до него, got to him, до Augusta star. He smiled. He smiled a little when his turn came. Он так слегка улыбнулся, когда к нему дошла очередь. His voice was low, smoky and dead sexy. Его голос был низкий, smoky, но можно еще сказать raspy. Это такой, в русском переводе я вижу, что перевели как прокуренный, но да, у курильщика иногда такой голос, как бы шероховатый. И он, да, действительно может звучать сексуально. Dead sexy. Ну, очень, да, что прям умереть можно. Какой сексуальный? Dead sexy. My name is Augustus Waters. Меня зовут Augustus Waters. He said. I'm seventeen. Семнадцать. Не семнадцать. I had a little touch of osteosarcoma a year and a half ago, but I'm just here today at Isaac's request. У меня было I had a little touch. Touch это прикосновение. A little touch можно перевести как маленькая, как у нас говорят, малая толика или чуточка. Ну, чуточку остеосаркома. У меня было, да, чуточку остеосаркомы. Он как бы уменьшает, да. Остеосаркома – это bone cancer, рак кости. A year and a half ago, полтора года назад, but I'm just here today at Isaac's request. Ну, я здесь просто по просьбе Айзека. At Isaac's request. And how are you feeling? Asked Patrick. И как ты себя чувствуешь? спросил Patrick. Oh, I'm grand. Ну, это как аналог. Fine. I'm grand. I'm fine. Augustus' water smiled with a corner of his mouth. Он так краешком рта улыбнулся. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. Я на американских горках, которые вот только вверх идут, мой друг. Ну, такое. Скажем. Тоже такое. Я бы сказала, на брегинь похоже, на такое хвастовство. When it was my turn, I said, my name is Hazel, I'm 16, thyroid with mats with my lungs, I'm okay. Когда дошла до меня очередь, it was my turn, я сказала, my name is Hazel, меня зовут Hazel, I'm 16, 16, thyroid, thyroid, это она имеет в виду thyroid cancer, она просто обозначает дещь, давидка, thyroid, with mats. Mats – это разговорная от metastasis, даже metastasis, это метастазы. Mats – in my lungs, в легких, I'm okay. Сейчас я здесь напишу. Ну, было. Mats – metastasis. Вот это будет даже не так. А, как это сделать? Metastasis. Metastasis. Metastasis – это единственное. Так, можно сделать это красиво. Равно. Плюрел будет. Metastasis. Такое необычное множественное число вот так образуется. Ну, такое бывает, да. И есть прям ряд слов. Вот так образуется множественное число. То есть меняется вот это I на I. The hour preceded a pace. Ну, по сути, здесь preceded – это час пролетел. Ну, это такой очень формальный формальный регистр. The hour preceded a pace. Можно сказать the hour flew. Да, просто пролетел. Fights were recounted. Битвы были recounted – это когда ты вспоминаешь то, что было в твоем опыте. Ты, по сути, делишься опытом. Recounted. Battles won amid wars should have been lost. Здесь очень красиво, очень такой поэтичный поэтический такой литературный язык. Battles won битвы выиграны amid wars среди воин, которые точно будут проиграны. Вот среди всех этих, скажем, неудач. Ну, понятно, что в этой книжке не буду говорить. В общем, скажем так, в этой реальности для этих людей рак – это нечто неизлечимое. Это та война, которая будет проиграна. но там бывают победы, ну, скажем, отдельные битвы выигрываются. Hope was clung to. Cling to. Cling – это прошедшее. Hope was clung to. Cling – это значит вот как-то цепляться. Cling – за надежду, да, держались, цеплялись. это пассивный залог. Надежда была как бы за нее цеплялись. Families were both celebrated and denounced. Семьи как праздновались, то есть восхвалялись, да, что семья это круто, поддерживают, все такое. Одновременно denounced. Denounced – это когда жестко критикуют. то есть да, вот эти полярные чувства, когда да, семья все круто, с другой стороны ненавижу. It was agreed that friends just didn't get it. Все согласились? It was agreed. Было такое ну как бы ну да, все пришли к согласию в том, что друзья just didn't get it. Didn't get it. Не понимали этого. Просто не понимали. Tears were shed. Shed – это когда слезы вот так текут, да, shed, shed a tear, проливать, да, слезы. Shed, shed, shed – это неправильный глагол, поэтому were shed – это третья форма, но выглядит она как первая, как вторая. Comfort, proffered. Proffered – это вот так протягивать, предлагать, протягивать, ну, в плане тоже очень такой формальный слово. комфорт, утешение, комфорт, утешение предложено, да, дано, дано. Neither Augustus waters nor I spoke again until Patrick said. Вот конструкция neither nor me Augustus nor I and we скажем не говорили до тех пор, но на английском будет положительное, да, утверждение. Neither Augustus waters nor I spoke. У нас будет еще одно отрицание. Until, так, не говорили, не заговорили снова, пока until Patrick said, пока Патрик опять же не сказал, вот тоже until, пока не сказал, а здесь positive form, positive statement. Здесь разница между русским и английским. Augustus, perhaps you'd like to share your fears with a group. Augustus, возможно, ты хочешь поделиться своими страхами с группой. My fears, мои страхами, yes, да. I fear oblivion, he said, without a moment's pause. Я боюсь забвения, oblivion. Он сказал без задержки, without a moment's pause, без даже какой-то секунды, да, то есть не думай абсолютно. Ну, видимо, это то, что его он готов был сказать, это, наверное, то, о чем он думал уже. I fear I fear it like the proverbial blind man who is afraid of the dark. Я боюсь этого, как пресловутый слепой мужчина, да, ну, пресловутый proverbial, скорее всего, какая-то, может быть, какая-то история, может быть, какая-то притча, как пословец, не знаю, не нашла, если найду, напишу в комментариях. А слепом, который боится темноты, да, он ее не видит, но он ее боится. То есть, она есть, ну, то есть, смысл ее, как бы, бояться, ему это странно, да, он же слепой, он же ее не видит, да, но, как бы, все равно боится. Too soon, Isaac said, cracking a smile. Слишком быстро, ну, типа, не торопись, сказал Isaac, ну, как бы так-то, cracking a smile, ну, с усмешкой, с такой, cracking a smile. То есть, Айзек, он, потому что Агастас сказал blind man, а Айзек, да, вот-вот ослепнет, и поэтому Айзек так среагировал. Was that insensitive? Это было, как бы, бесчувственно, с моей стороны. Insensitive. Sensitive, то есть чувствительный, а insensitive, как бы, нечувствительный. Агастас asked, да, это, как бы, я тут, косикнул, да, спросил Агастас. I can be pretty blind to other people's feelings. Я могу быть очень даже слепым, ну, как мы по-русскому, на русском мы не говорим слепым, но мы говорим бы бесчувственным, или черствым, черствым, да, а тут прям blind. Ну, классный игра слов, на самом деле. I can be pretty blind to other people's feelings. Я могу быть достаточно слепым по отношению к чувствам других. Isaac was laughing, but Patrick raised a chastening finger and said, Augustus, please, let's return to you and your struggles. You said you fear oblivion. Тут я прям ненавижу Патрика, на самом деле. Ребята, блин, просто смеются, ну, вообще. Ладно. Isaac was laughing, Isaac смеялся, но Патрик поднял такой chastening finger, ну, это такое, типа, ай-яй-яй, такой, chasing, то есть, ну, как бы наказывающий такой перст, chasing finger, и сказал, Augustus, please, типа, Augustus, пожалуйста, ну, типа, стоп, да, let's return to you, давай вернемся к тебе and your struggles и твоим, там, вот этим всем переживаниям, страданиям. Ты сказал, что ты боишься забвения. I did Augustus unsaid. Вот так. Здесь остановимся. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok